Сегодня в программе Политосфера. Революция сверху. Для чего Владимир Путин предложил конституционную реформу? Какие перемены назрели? И зачем органам власти дополнительные полномочия? В среду 15 января с ежегодным обращением к Федеральному собранию выступил Владимир Путин. Большую часть его выступления заняли социальные вопросы, обновленные меры демографической поддержки, образования и медицины. Президент также анонсировал существенные изменения в Конституцию, которые усилят роль парламента и отметил, что доступ к социально важным сервисам в интернете должен стать бесплатным. В этом году послание прозвучало намного раньше обычного. В 2019 году президент выступил с обращением к Федеральному собранию лишь в конце февраля. Как объяснил Путин, это связано с тем, что нужно быстрее решать масштабные социальные экономические технологические задачи, которые стоят перед страной. Наряду с демографическими вопросами особое внимание Путин уделил реформе отдельных положений Конституции, государственной службы и властного устройства страны. Несмотря на свое личное нежелание менять в целом Конституцию 1993 года, президент все-таки предложил изменить ее ключевые положения для суверенитета страны. Еще в ходе большой пресс-конференции президент отметил, что изменения в Конституции уже назрели, и сегодня он окончательно поставил точку в этом вопросе. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок. По мнению президента, суверенитет России должен быть безусловным, и первое изменение касается норм международного права. Требования международного законодательства и договоров, а также решений международных органов могут действовать на территории России только и в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции страны. Владимир Владимирович еще раз всем четко сказал, Россия не суверенна, я цитирую, ее внутренние решения проистекают из решений международного законодательства и решений международных органов. Точка. Гигантские по значимости слова. И дальше там порядка 10 пунктов изменения Конституции он предложил референдум по Конституции, которые в том числе вытекают из принятых решений, непонятно еще каких, связанных с восстановлением суверенитета и отказа от исполнения решений международных органов. Например, МВФ напоминает также пенсионная реформа или рост налогов НДС был по решению международного органа. Естественно, это резко ухудшило качество жизни граждан России, все это понимают, и именно поэтому все это звучит в рамках социального послания президента. Сейчас есть ряд международных актов, которые так или иначе ограничивают его, и это очень печально. Поэтому я думаю, что поправки, которые будут носиться, все-таки положат конец той Кабале, которая была наложена после распада СССР, и в дальнейшем Россия представит в новом формате. Это будет не просто сверхдержава, это будет сверхдержава, которая будет реальным актором управления мировыми процессами. И в данном плане, конечно же, нужна и финансовая независимость. То есть это уже последующие шаги, это вывод всех наших активов, всех наших накоплений, которые находятся на Западе. Это будет очень важно, и наш президент уже это анонсировал. Второе изменение касается обязательных требований к лицам, которые занимают высокие государственные должности. Главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи, не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствия иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы это ни было ранее. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Самым главным изменением в Конституции может стать усиливающаяся роль законодательных органов власти. Сейчас президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России, а затем уже назначает и главу Кабинета министров, его заместителей и всех остальных министров. Путин предлагает изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьер-министра, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц. Правительство, по сути, будет формировать парламент, а не президент. Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов Кабинета. Сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти. При этом, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть следующее. При этом убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, и скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой. У нас президент все-таки прошел школу КГБ, а КГБ чему учат? Ты идешь в наступление, либо тогда, когда других вариантов уже нету, и промедление уже для тебя опаснее, чем само наступление, либо ты так, когда готов. Значит, сейчас то время, когда Владимир Владимирович готов, ну, либо уже нет времени дальше, что называется, храниться и копить силы. Вот, с чем есть, с тем и пошел вперед. Вот еще месяца назад был не готов. Два года назад был не готов. А сейчас все, пошли вперед. За президентом Путин хочет сохранить право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности премьер-министра, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой страны. При этом назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультации с Советом Федерации. Этот принцип может быть применен и в отношении прокуроров регионов. Также Владимир Путин предлагает включить в Конституцию полномочия Совета Федерации. По представлению президента отрешать от должностей судей Конституционного и Верховных судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях предусмотренных законов. Для повышения качества отечественного законодательства и защиты интересов граждан предлагается усилить роль Конституционного суда. Президент предложил закрепить в Конституции роль Государственного совета. Госсовет в нынешнем его виде был учрежден указом Владимира Путина в 2000 году. Фактически он является правоприемником госсовета при президенте РСФСР, который был создан в июне 1991 года, упразднен в ноябре того же года и частично восстановлен в феврале 1993. Однако функционировать он начал только с приходом на высший пост Владимира Путина. Несомненно, транзит власти уже начался, он активно идет. Мы видим, что устроится новая конструкция управления страной. Я думаю, что все-таки страна к этому времени увеличится, именно территориально и демографически. Это будет очень важно. Поэтому Госсовет как структура управления государством – это продолжение системы, заложенной Путиным. Главное – понятие места госсовета в будущей архитектуре власти. Он будет над властью или будет каким-то элементом власти? Госсовет – это будет некое начало, и может быть, госсовет совместно с Россией и Беларусью, некий национальный орган, который будет координировать не только власти внутри Российской Федерации, но и власти нового образования, новой, может быть, конфедерации в пределах Советского Союза, которые сейчас, я уверен, Владимир Владимирович будет устраивать. Прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссии вокруг возможных поправок в Конституции. Уверен, что своей идеей выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое публичное обсуждение. Но открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определенное направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим. Мы теперь сами принимаем решение, как нам жить. Мы пока еще не ответили на этот вопрос. Какая должна быть идеология и так далее. Но мы открываем для себя право самим принимать решение, каким образом нам, в общем-то, строить свою страну. Дальше у меня простой вопрос. А готовы ли российское общество к восстановлению свободы и независимости? Готовы ли граждане сознательно проголосовать за референдуми, за восстановление нашего Отечества и его свободы и независимости? И как только мы услышали президента, мы посмотрели телевизор и увидели ответ полностью нет. То есть, что сказал президент, не понял никто из официальных телевизионных властей. После послания президента правительство России в полном составе подало в отставку. Правительство решило сложить в себя полномочия на фоне предложенных президентом России Владимиром Путиным мер для конституционной реформы, которая изменит конфигурацию власти. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе поддало в отставку. Председателя правительства по Конституции назначает президент, утверждает Государственная Дума. Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. 16 января Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра страны. К Дмитрию Медведеву президент предложил должность зампредседателя Совета Безопасности России. Я думаю, что это, во-первых, сильный шаг страны Дмитрия Анатольевича, уйти именно сейчас и уйти вот именно в таком виде. А в целом меняется сама структура. Еще раз, смотрите, у нас раньше были в политике и в правительстве, то есть в исполнительной власти, и был, естественно, сильный политический орган, это Государственная Дума. Сейчас получается, что в Государственной Думе становится значительно больше власти, и при этом больше ответственности, и при этом становится еще больше политический орган. А в правительстве появляются технократы, исполнители. То есть не сколько политики, сколько менеджеры, которые будут исполнять, причем те параметры, которые перед ним поставлены. С марта прошлого года граждане России активно начали сбор подписей под коллективным обращением с требованием восстановления государственного суверенитета России. В коллективном обращении предлагается пересмотреть положение Конституции. Устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции. Мы от стадии подготовки перешли к стадии непосредственной битвы. То есть события действительно ускорились и стали носить конкретный характер. И участников национально-освободительных движений я призываю подключиться к предложению президента о восстановлении Отечества, о предоставлении ему необходимых для этого полномочий Росвоск правительства. Прямо и обозначен, если кто не заметил. Когда Медведев писал заявление, так и написал. Это надо сделать, чтобы не мешать президенту, то есть усилить его полномочия, чтобы исполнительная власть, подчиненная США, не мешала президенту, проводить конституционную реформу. В последующие 4 года Российская Федерация вполне может дореализовать проект союзного государства и объединение России и Белоруссии. И Лукашенко, как бы этого не хотел, не упирался, не согласовал дорожные карты, но пойдет на уступки и будет у нас и Белорусский федеральный округ в любом формате, либо текущей Белоруссии, либо с включением Белорусский федеральный округ как Смоленской, так и Псковской, так и Калининградской области. Также я считаю то, что Абхазия, Южная Осетия, Донецкая и Луганская народные республики должны стать полноценным субъектом Российской Федерации. Мнение народа таково, а народ надо слушать. В декабре прошлого года фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса среди россиян, согласно которым 68% жителей страны выступают за внесение поправок в Конституцию России, а 54% граждан считают основной закон государства хорошим. В 2018 году изменить текст Конституции предлагали 66% респондентов, а в 2013 всего 44%. О том, как будет пересмотрена Конституция России, какие поправки примут сами граждане, мы узнаем совсем скоро. Глава Центра избиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию в любой момент после того, как они будут сформулированы. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию уже сформирована.